Ну и вот, когда уже человек родился, то ученые стали думать над тем, что нужно вообще установить какую-то периодизацию человеческой жизни в целом. И это очень интересно с позиции сегодняшней нашей темы, потому что периодизация, можно распределить ее по годам, можно распределить ее по каким-то особенностям. Допустим, Блонский говорил, что можно в основу периодизации положить развитие зубов у человека. Беззубый период, период первых зубов, потом период основных зубов и так далее до старости, когда уже снова получается беззубая старость. Но очень интересен на этом фоне ранний возраст, потому что первый год жизни нельзя дать в один период. Он невольно делится на 6 периодов. Вот мы представляем вам эти 6 периодов развития ребенка. От рождения 21 период новорожденности, потом с 3 до недель, до 3 с половиной, с 3 с половиной до 6, с 6 до 9, с 9 до 12. И это особый период со своими новообразованиями. И не напрасно, нельзя объединить сразу всех и сказать, потому что ребенок только что родившийся и ребенок в год – это два большие разницы. Это два человека совершенно с новыми способностями. Вот сейчас мы и хотим разобрать вот каждый из этих периодов с позиции того, что он дает этот период в жизни человека. Вопрос, я не знаю, как вопрос, но можно сразу, если есть вопросы, пожалуйста. Светлана Акимовна и Татьяна Абрамовна, вы говорили о иноследственном факторе и факторе матушки природы. Вот в отношении слушания музыки Судзуки, например, считает, что с самого рождения ребенку нужно давать Моцарта, а вовсе даже не колыбельные. Как вы думаете, этот фактор объясняется тем, что эстетическое воспитание в Японии – это просто особое врожденное, такое, которое есть и у взрослых, и, видимо, передается. Почему мы это не повторяем или все-таки это очень индивидуально? Спасибо. Ну, я не знаю, сейчас, ну, Татьяна Абрамовна сама ответит. Но я хочу сказать, что я думаю, что это связано, во-первых, это связано с культурой народа, мне кажется. Во-вторых, это связано с тем, что как ребенок, к какой мелодичности музыки он привык в утробном развитии. И слушание колыбельной песни – это эмоциональный настрой ребенка, и он ему поддается этому эмоциональному настрою, и он его, и он слышит его, и он на него реагирует. Хотя надо сказать, что дети вот на одном из, ну, может быть, на втором этапе уже от трех до месяцев, они уже слушают хорошо и классическую музыку. Хорошо слушают классическую музыку, ту музыку, которая соответствует их ритму, их жизненному биологическому ритму, их жизни. Вот, мне кажется, это так. Ну, вообще, это культура народа, мне кажется. – Спасибо. – Так, далее мы остановимся на характеристике каждого периода, да? – Чем характеризуется каждый период? И начинаем мы период новорожденности. Родился ребенок – это первые три недели жизни. – Да. И первые – это, значит, кризис рождения. Кризис рождения. Потому что это, Выгодский назвал это первым кризисом рождения, потому что меняется, кардинально меняется социальная ситуация условий жизни ребенка. Он попадает совершенно в другие условия, и это не может не воздействовать на него и не может не вызвать какие-то реакции. При этом, конечно, ну, то он был в утробе матери, он был в оболочке, в закрытом, так сказать, месте, а теперь он становится вот в этом вот большом социальном мире. Тут даже чисто природное окружение, оно совсем другое. Но дело в том, что мама к этому готова должна быть и должна обеспечить ребенку такой вот переход от пренатального к посленатальному развитию, после рождения. Существуют вообще разные подходы к этому, как это сделать. И существует, допустим, такой сейчас, в наше время, ну, такой эксперимент, который делают родители над своими детьми. Роды в воду. Когда ребенок, когда мама рожает в воде. И считается, что это очень хорошо, потому что, ну, не так остро будет проходить кризис, потому что он из водной среды переходит в водную среду. Но при этом, не знаю, этот вопрос еще вообще-то изучается, но все равно существует очень много тревоги по поводу вот этого эксперимента. Не только для здоровья мамы, не только. И мы говорим сейчас с позиции ребенка. Но для ребенка он рожден для того, что он не человек-амфибия, ребенок. Он рожден для того, чтобы жить вот в этой жесткой среде. И поэтому и его кости должны к этому приспособиться, и они должны быстро окрепнуть для того, чтобы он потом нормально жил, для того, чтобы он мог ходить потом спокойно. А вот помещение его сразу в водную среду, и потом долго еще его там учат плавать. Есть даже там теории такие, что раньше плавать, потом ходить. В общем, все это. Но это все приводит к тому, что образуется утончение кости. И очень большая вероятность того, что будут ломаться потом кости. Ребенок подвижный, он начнет потом двигаться, и у него уже предрасположенность к поломке кости на ногах, руках и так далее. Есть такие лазуревские зоны, пустоты, которые образуются в кости. То есть это такие почти пустоты, почти как ямы в костях, которые, в общем, ослабевают кость, и она легко ломается от этого. Поэтому, на мой взгляд, не надо экспериментировать с этим. Природа создала ребенка таким образом и создала такие роды естественные, которые должны быть. Вот они и должны происходить. А кризис, да, конечно, его можно смягчать тем, чтобы помещать ребенка в теплое одеяние какие-то, пеленки теплые, создавать для него условия комфортные для жизни, но не резкие, не такие, о которых сейчас идет речь. И поэтому вот эти его первые, когда он родился, вот его первые функции, первые безусловные рефлексы, которые должны возлекать, которые нужно запустить правильно, нужно запустить их. Почему очень важно, чтобы ребенок сразу закричал? Если он не кричит, его даже пошлепать можно, чтобы он закричал, потому что он должен вдохнуть воздух в легкие. Они для того и существуют. Но они не действовали, когда он был в утробе матери. Он должен... Нужно делать так, чтобы у него сосательные рефлексы начали работать. Поэтому для этого нужно просто прикоснуться к губам, к кончику, к уголку губ, и он начинает сосательные движения делать. Все это обязательно нужно, чтобы было. У него есть и атовистические, и жизненно необходимые, безусловные, рефлексы. Но атовистические, те, что пришли к нему, и их очень легко проверять, они тоже очень, в общем-то, важны, конечно. Потому что когда ребенку на его стопу, до его стопы дотронешься пальцем, он сжимает пальчики, наоборот, выгибая стопу. Или на ладошку, дотронетесь до ладошки, он сжимает руку. Это все относится к этим рефлексам безусловным. Но и это все должно иметь место, все должно вовремя начинать работать. Функционируют анализаторы. Слуховой, зрительный, тактильный, обонятельный, вкусовой. Хотя, конечно, проверить, включились ли они, работают ли они, нужно в первые дни жизни. Потому что очень часто мы запускаем какие-либо, особенно слуховой, зрительный анализатор. Поэтому это надо проверять. Но надо сказать, что сегодня опровергнута точка зрения о том, что ребенок в первые дни не слышит, что он видит все вверх тормашками и так далее. Функционирует нормально, как у человека. Обладает затачечными формами психики, из которых развиваются высшие психические функции человека. Но надо сказать, что родился ребенок, мы его принесли из родильного дома. И единственное проявление его активности – это кряхтение, крик, беспокойные движения. Но эти все его движения, они в никуда, он никому еще не обращается. Хотя взрослые, конечно, на них не реагируют. Но уже через неделю он начинает следить за предметами, за движущимся предметом. Потом смотрит лицо матери. Потом происходит контакт глаз в глаз, взглядов. Да, вот это контакт, это начало общения. Это начало общения. Ребенок уже готов к тому, чтобы контактировать со взрослым человеком. Он уже воспринимает взрослого. Поэтому если его правильно воспитывают, то в конце этого периода он одарит маму социальной улыбкой. Не гастрономической улыбкой, когда его покормили, и у него довольная гримаска на лице, а именно социальной, как радость от общения с мамой. Движения ребенка... Движения, да, у него хаотичные движения, да. Но хаотичные с позиции взрослого человека. Движения, которые как будто бы он ими ничего не делает. Вот просто у него ножки и ручки двигаются. Но они ему необходимы. Да, но это необходимо, потому что ребенок упражняется как бы... Он этого не понимает, естественно, но он упражняется в движениях, и это очень важно. Поэтому вот то, что всегда у нас было, когда туго пеленали ребенка, то это вообще-то задерживало его развитие. Хотя считается, что вот у него будут ровненькие ножки, если его туго пеленать и так далее. Но мы сдерживали движение ребенка, а это плохо. Ему нужно давать возможность. У него очень маленькая граница, да, между сном и бодрствованием. Он больше спит, чем бодрствует. Но каждый период бодрствования, вот в этот период новорожденности, нужно активно использовать. Нужно активно с ним заниматься. Нужно зажигать свет, выключать свет, для того чтобы анализаторы все работали. Нужно давать музыку или какие-то звуки давать ему слушать. Потому что в этот период очень важно определить, что не работает. Потому что это мы еще не знаем точно. Но и кроме того, просто эмоционально насыщать этот период. Эмоции для ребенка – это, в общем, все. Все в его жизни. Поэтому вот этот период, эти первые 21 день, они очень важны для ребенка. Ну, а дальше у нас идет, да. От трех недель до трех с половиной месяцев. Уже следующий период. Когда у ребенка, если в первом периоде только компоненты общения сложились, то здесь уже появляется потребность в эмоциональном общении. И потребность – это… Что значит потребность в эмоциональном развитии? Это потребность во внимании, в заботе, в ласке и так далее. То есть это первая социальная потребность, которая начинает активно развиваться. И если ребенку посчастливилось, и около него хорошие взрослые окажутся всю его жизнь, то на протяжении всей жизни эта потребность только укрепляется, видоизменяясь. Но закладывается она именно в раннем возрасте. И вот именно здесь начинает зарождаться чувство защищенности. Эриксон его назвал таким образом. Чувство защищенности, без которого ребенку нельзя жить. У него обязательно, вот то, о чем говорит Татьяна Абрамовна, что вот его лаской нужно вот это чувство создавать эмоциональным, положительными эмоциями, которыми мы его окружаем, оно рождает вот это чувство защищенности, из которого потом будет вырастать эмоциональное благополучие, без которого вообще человеку жить-то невозможно. И закладывается основа привязанности к тем взрослым, которые его окружают, которые его воспитывают. Ну, конечно, идеально, если эта привязанность в отношении мамы формируется. Привязанность вообще очень важная вещь, потому что чувство привязанности дает ему чувство общности с близким человеком, с одной стороны, с другой стороны, чувство привязанности его делает более уверенным в этой жизни, в этой защищенности, о которой Светлана Акимовна говорила, защищенность, преодоление страха, все связано, если он привязан, если есть кому-то привязанность. Но, к сожалению, не обязательно к матери это бывает, привязанность, а к тому, кто больше за ним ухаживает и кто проявляет к нему вот это эмоциональное расположение в первую очередь. Развитие зрительного и слухового сосредоточения тоже очень важный момент, потому что это начало познания окружающего мира. И когда ребенок задерживает свой взгляд на каких-то предметах или сосредоточивается на звуках, все это способствует познанию окружающего мира. Это начало получения информации, это важнейшая человеческая потребность, и она начинает реализовываться в этом возрасте уже. Следующее – это голосовые реакции, гуканья. Все слышали, любой ребенок будет гукать, кхыкать, даже если у ребенка, ребенок с поражением слуха, он будет произносить эти звуки, потому что эти звуки – это не как подражание звукам, которые он слышит в окружающей среде, а это как тренировка артикуляционного аппарата только лишь. И потребность в движениях. Потребность в движениях, да. Вот мы говорим, моторные сферы держат головку, но прекрасно знаем, чтобы он держал головку, его надо брать на руки, его нужно держать в вертикальном положении, его нужно носить по комнате, ознакомить с окружающим, тогда он действительно будет держать головку. То же самое лежит на животе, это тоже, кажется, подумайте, лежит на животе, но для маленького ребенка, когда он лег на живот, да когда еще потом он начал подниматься на локтях, приподниматься, расширяется окружающий мир, то есть взор его охватывает значительно больше предметов. Все это способствует, естественно, познавательному развитию ребенка. Не только физическому, но и познавательному. Ну и вот здесь вот как раз, когда он лежит на животе, мы делаем, помогаем ему делать определенные какие-то передвижения в его пространстве. Когда мы кладем игрушку и держим его ножки, подталкиваем его, и он пытается ползать. Конечно, это никакое не ползание, но это уже передвижение какое-то, которое тоже расширяет его кругозор. И очень важно, потому что вообще моторика, вообще движение и физическое развитие для ребенка раннего возраста чрезвычайно важно. Оно тесно связано вообще с любым другим развитием ребенка, и с умственным, и даже с эстетическим, и с началом нравственности. Всюду движение, вот оно лежит в основе. Да. Очень во многом связано. Да, функции движения в раннем возрасте значительно шире, чем в более старшем возрасте будут. Ну и, наверное, вот уже к 3,5 месяцев он уже может глазами удерживать предмет в поле внимания и захватывает предмет руками, но еще неосознанно. Тогда, когда предмет ему попадается в руки, мимо него проходит, и он может его случайно схватить. И держит его очень крепко. Это тоже. Вообще вот это движение у ребенка в кулачок, оно очень крепкое. Он даже может свой вес выдержать, если его поднять на этом его кулачке. И это тоже относится к атовистическим его функциям. Ну, то есть вот этот возраст, вот уже мы дошли до 3,5 месяцев, и мы видим, что вот эти два периода отличаются друг от друга. Они идут по линии накопления, развития, но по определенным, в общем-то, направлениям. Физическое развитие, речевое развитие, предпосылочки пока еще, да, и в целом эмоциональное развитие идет по спирали. И это очень важно понимать. Ну, а следующий возраст, да. Да, 3,5-6 месяцев. Ну, здесь уже к 6 месяцам ребенок, мы с ним разговариваем уже почти как со взрослым, все объясняем и говорим, потому что очень большой скачок он делает в развитии. Но он начинает уже избирательно относиться к окружающим взрослым. Конечно, к окружающим взрослым, более эмоционально принимая тех, кто оказывает ему такое же эмоциональное, проявляет по отношению к нему такое же эмоциональное отношение. Это вполне закономерно. В этом возрасте этот возраст называют возрастом развития моторики руки, потому что захватывает игрушку, он уже начинает переворачиваться с руки на животик, на бок, меняет свое положение в пространстве и часто достаточно самостоятельно это делает. Ну, если мы его немножко стимулируем к этому. Но особенностью этого возраста является то, что появляются уже вот эти подготовительные этапы к развитию речи, когда ребенок начинает подражать звукам речи, которые он слышит. Но, естественно, его современного ребенка окружает такая богатая звуковая палитра, что все не выделить оттуда. И поэтому специально, если мама не наклоняется к ребенку, не произносит над ним согласные или сочетание гласных-согласных звуков и так далее, вызвать у ребенка вот эту голосовую реакцию бывает очень трудно. Вот здесь подражание у ребенка проявляется уже в речевом развитии. Это очень важный момент. Да, здесь, наверное, надо сказать, что ребенок, конечно, еще речи не понимает. Он еще не понимает тех слов, которые ему говорят, потому что слова – это все-таки символика определенная. Но он очень активно и ярко реагирует на интонации. На то, с какой интонацией разговаривает с ним взрослый. И здесь, может быть, даже до смешного. Можно говорить ребенку какие-нибудь очень плохие слова, но с хорошей интонацией, и он будет в ответ вам улыбаться. И наоборот, можно ему говорить очень ласковые и хорошие слова, но с такой сердитой интонацией, и он может даже заплакать. То есть он реагирует только на интонацию. На интонационную сторону речи – это музыка речи. Это то, что он захватывает и что он потом будет передавать, когда он начнет говорить без акцента на своем языке. Это очень важный момент. Поэтому, когда мы с ним говорим на двух языках сразу, допустим, то ребенок их воспринимает, и тот, и другой язык он воспринимает в этом возрасте, но через интонационную сторону. А потом уже он будет разделять их на два языка. Пока интонация очень важна. Ну и здесь, конечно, зарождается… В это время многие родители пытаются уже ребенка сажать. Шесть месяцев считают, что ребенок уже может сидеть. Его обкладывают подушками, и он в подушках сидит, и кажется, что уже все в порядке. Но с этим нужно быть осторожным, потому что сидеть ребенок начнет, наверное, самостоятельно уже сидеть, он начнет позже. Месяцев 7-8 он уже будет сидеть самостоятельно. А в это время он еще… он может сидеть в отдельных случаях, в отдельные дети могут сидеть, но искусственно заставлять его сидеть не нужно. В этом нет необходимости. Но потребность у ребенка принять другое положение, чем просто в лежачем состоянии, у него уже есть. Поэтому его надо брать чаще на руки, ходить с ним, показывать ему все, чтобы он… вот на руках он как будто сидит у мамы, да? И он рассматривает, он видит мир, понимает его, познает, и это очень важно. Но садиться он будет позже. Но вообще в том, что он начал смотреть уже на игрушки, в том, что он начал их хватать, выделять, до них дотягиваться, это зарождение предметной деятельности. Вот мы не сказали ничего об общении. Мы сейчас будем говорить. Да, наверное, нам надо об этом поговорить еще. Общение как первая деятельность, кажется, ребенка. Оно будет всю жизнь его сопровождать, будет меняться по своему характеру. Но на первом месяце это очень важно. Но вот второй деятельностью ребенка является предметная деятельность. И вот она здесь начинается с того, что он уже умеет сосредоточиться на предмете и умеет удержать предмет. Да, и в связи с этим, что взрослый занимается с ним предметами, меняется его взаимоотношение со взрослым, меняется. Он уже не удовлетворяется только игрой в одни ворота, когда он взрослый, что-то ему показывает, объясняет. Он начинает требовать от взрослого взаимодействия, призывая его жестами, движениями, звуками различными, вызывая его на общение. Вызывая на общение. Это новое, что появляется в этом возрасте. Ну, расцвет, конечно, этого будет уже в следующем периоде. Но для общения со взрослыми очень важно воздействовать на взрослого, чтобы побудить его к общению. И развитие зрительного и слухового анализаторов. От 6 до 9 месяцев здесь, конечно, очень большие изменения. Но, во-первых, развитие движения. Да, ребенок очень часто сажают и до 7, и до 6, и до 5 месяцев. Но статичное положение ребенка в силу того, что его еще скелет не окостенел, оно ему вредно. Поэтому важны те действия, которые побуждают его именно активность, двигательную активность. И с этой точки зрения наиболее целесообразно бывает обучение ползанью. То движение, которое сегодня современные дети практически проскакивают. Они сразу начинают ходить, сидеть и так далее. А ползание проскакивает. Почему? Да потому что, во-первых, ползанию надо обучать ребенка специально. У него есть попытка. Он встает на четвереньки и подталкивать его сзади, чтобы он полз. Класть перед ним игрушку, чтобы он к ней доползал. И самое главное, что простор должен быть. В наших квартирах вдруг места для ползания детей не оказалось. Ну а в учреждениях, в воспитательных учреждениях, там в манеже особенно не поползаешь. Движение очень хорошее. Оно в основном нужно, это движение ползания нужно прежде всего для улучшения кровоснабжения мозга ребенка. Потому что как он ползает, наклоняется, опять поднимает голову. Это очень важное движение. Ну и, конечно, он уже встает. Многие дети уже в этом возрасте за ручку переступают, ходят. Встает, переступает держать за какую-то опору. И может сам садиться. Что значит сам садиться? Он может сам садиться, когда он выйдет из этого положения. Он сел, поиграл, он устал, он на бочок перевернулся, на животик, вышел из этого положения. Тогда это положение считается целесообразным, нужным и целесообразным. Активное манипулирование с предметами открывает их свойства. Активное манипулирование. Ребенка этого возраста зовут хватайка. Хватайка, и те, кто воспитывал детей этого возраста, прекрасно помнят все, что он увидел, где бы он ни увидел. Схватить, посмотреть. Но движет им чисто любопытство. То есть тип общения с предметами, что это такое, что это такое. Любопытство явно на лице. Попробовать. И поэтому способы общения с этим предметом, они однообразные. Попробовать в рот постучать, выбросить и так далее. То есть они не специфические действия еще с предметами. Но, тем не менее, они очень важны. И уже ребенок, поскольку он стал передвигаться сам в пространстве, и ползает, и садится, и выходит из положения, то он стал более свободен в использовании предметов. То есть не тот предмет, который ему дали играть. Он может сам до чего-то достать, дотянуться. Если лежит предмет на кроватке, он может скомкать простынку и дотянуть до себя эта игрушка. То есть очень изобретателен в приобретении этих предметов для того, чтобы с ними манипулировать. И поэтому ведущим видом деятельности становится именно манипуляция с предметами. Она приходит на смену деятельности эмоционального непосредственного общения. Это первая деятельность общения, которую описала Майя Ивановна Лисина. А здесь приходит на смену ведущий вид деятельности. Он требует и другого взаимоотношения со взрослыми. Другого взаимоотношения со взрослыми. И взрослый должен показать, как действовать с предметами, раскрыть особенности этих предметов. Ну и, конечно... Да, и очень важно в это время развивать на этом фоне действия, развивать эмоциональную сферу. Продолжать развивать эмоциональную сферу. Но эмоциональная сфера развивается им... Уже можно играть с ним в прятки, к примеру, взять платочек, спрятаться за него. Где? И он реагирует на это. Он радуется, когда вдруг увидел снова лицо мамы. Это очень важно для эмоционального такого хорошего состояния. А вот что касается ведущей деятельности, предметно ведущей деятельности, да, безусловно, это здесь продолжает развиваться, но закладывается и уже в большую меру развивается на втором, на следующем этапе, когда у ребенка появляется вот такая пытливость. Хочу узнать, что это такое, что это такое. Но это будет несколько позже и очень важно. Этот этап называется спонтанно-исследовательским, ситуативно-исследовательским. Когда ребенок себе не ставит цель исследовать, он просто встретился с чем-то, и он хочет знать, что это такое. И начинает с ним действовать. А вот для взрослых очень важно, чтобы ребенок, беря в руки предмет, узнавал его назначение. Зачем этот предмет? Зачем чашка? Зачем ложка? Зачем тарелка, игрушка и так далее? Это очень важно. Прямое назначение предметов. То, что потом мы от этого будем отказываться, когда у него уже в более взрослом возрасте будет появляться игра, и там нам важно, чтобы он пользовался предметами-заместителями, которые как раз предполагают замену назначения и замену функции. А вот здесь это очень важно, чтобы он точно знал, будем пить молочко, откуда возьмем, из чашечки, и чтобы он ее называл. В случае, если ребенка обучают специально, то он начинает лепетать. Он начинает лепетать. Но здесь, конечно, важно, чтобы взрослый произносил над ним различные слоги, подпевал ребенку, когда ребенок сам начинает произносить. То есть такая игра в перекличку. Ребенок начинает, взрослый продолжает, и ребенок продолжает, взрослый. То есть совместная деятельность такая в развитии речи, она совершенно необходима. И, конечно, этот возраст – это интенсивное развитие понимания речи. Ребенку можно уже очень много объяснять. Сейчас пойдем гулять, он уже смотрит на свое пальтишко, сейчас будем кушать, и он уже тянется к кухне. То есть ребенок очень хорошо начинает уже понимать вот такую бытовую речь, если она дается в определенных ситуациях. В определенной ситуации он уже достаточно хорошо ее понимает. Ну, и на следующий этап, потому что нам надо чуть-чуть быстрее. А если вот ребенок в этом возрасте ничего этого не имеет, не общается со взрослым, прежде всего, и взрослый не принимает участие в развитии его потребностей, и в новых впечатлениях, и в потребности в общении и так далее, то развивается так называемый госпитализм. То есть это синдром психической и физической отсталости. Казалось бы, подумайте, с ребенком не общаются. А синдром и физической, и психической отсталости. В условиях дефицита общения, недостаточно общаемся. Причем это не обязательно, что это какая-то неблагополучная семья. Сегодня очень много молодых мам, которые по-деловому ухаживают за ребенка, отстраненно ухаживают за ребенка и считают, что общаться с ним совершенно необязательно. И появляется вот этот синдром госпитализма. Позже развивается речь, движение. Естественно, вот то, что мы говорим, это среднестатистические показатели, когда что развивается. При госпитализме все это развивается значительно меньше. Эмоциональная обедненность, навязчивые движения. Он может сидеть, он все, что не увидел, тянет в рот и жует это. И пеленку, и свой носок, и так далее. И раскачивание, и так далее. То есть первым описал, это вообще, это явление описал первый французский психолог Риннес Спитц в 40-е годы нашего века, во время Второй мировой войны, когда собрали в лечебное учреждение детей, лишившихся матери, создали им идеальные условия в плане ухода, чистоты и так далее, а потом не могли понять, почему они болеют, и почему они так отстают в развитии и даже погибают. От этого даже можно погибать. А изучено это явление Николаем Матвеевичем Щеловановым, оно очень подробно описано. Что это такое? Но при этом все-таки я хотела бы подчеркнуть, что Щелованов говорил о том, что госпитализация начинается и проявляется тогда, когда у человека не хватает вот этих контактов с человеком. И он говорил при этом, что неважно, мама это или не мама рядом с ребенком, важно, чтобы были эти контакты, важно, чтобы было вот это воспитание, дефицит которого компенсируется. Но мне кажется, что все-таки важно, чтобы была мама, важнее, чтобы была мама, потому что мама наряду с тем, что она покажет, как делать и что делать, она еще в каждое движение свое вложит свою любовь к ребенку, и он ее чувствует, эту любовь. И вот эта вот ниточка связи, о которой говорил еще Зигмунд Фрейд, о том, что ребенка в первые полгода, первые полгода мама вообще не должна отпускать от себя, она должна быть постоянно с ним, но уж в это время, конечно, тоже очень важно. Но в целом, конечно, госпитализация исключается только тогда, когда есть весь комплекс воздействия на ребенка. Да, и не проходит бесследно, и в линии госпитализма для развития человека не проходит бесследно. Вот американский психолог Беррис, он специально изучал взрослых людей, 38 человек согласились участвовать в эксперименте, из них только 7 соответствовали норме развития, только 7 человек. Поэтому это не такое безобидное явление, как нам иногда кажется. Так, развитие от 9 до 12 месяцев. Это очень важный этап, потому что здесь у ребенка начинается прямохождение. Вот это новообразование очень важное. Когда он встает на свои ножки, он стоит сначала очень устойчиво, потом начинает передвигаться, держать двумя руками, а потом начинает делать первые шаги, и очень многие дети уже в 10 месяцев начинают ходить, но, как правило, вообще по стандартам 11-12 месяцев, и он уже ходит. Что значит «ходит»? Это значит, что он расширил для себя пространство, он расширил для себя возможность познания мира, потому что ему не надо просить, чтобы кто-то ему пришел и его подвел или поднес к какому-то предмету. Он может сам до него дойти. Он на него посмотрел, увидел и пошел к нему. Ему захотелось двигать, открывать ящики беспредельно, и пусть он это делает, и это очень хорошо. Он от них перейдет к другим ящикам. И маме, и папе, и всем, кто рядом с ребенком, нужно помнить о том, что это период очень большой активности ребенка. И сдерживать эту активность нельзя. Нужно, наоборот, создавать условия для того, чтобы эта активность была. Потому что если мы сдерживаем, если мы не даем, то мы задерживаем развитие ребенка, конечно. У него начинаются первые слова, которые он уже сам начинает произносить. То есть он уже начинает понимать, что слово что-то такое несет. Слово воздействует на взрослого человека, и он его усваивает. Но говорит он, конечно, по-разному при этом. Нише скажем. Да. Что? Не говорить пока? Об этом нише будем говорить. Так, качественные изменения в деятельности с предметами. Вот совершенно качественные изменения. Потому что он соотносит действия с предметами, предметы между собой. Он может нанизывать кольца на толстый шнур, на стержень пирамидки. Он может, очень любит открывать и закрывать крышки у коробок различных, складывать мелкие игрушки в ведерко и так далее. Соотносит действия. Это очень важный момент. Но где-то приблизительно в 10 месяцев появляются так называемые функциональные действия. Когда ребенок начинает пользоваться предметами так, как это делают взрослые. И если ему дали расческу, он начинает расчесываться. Расчесываться не так, как раньше он ее грыз, сосал, а он начинает пытаться расчесаться. Если ему дали машинку, раньше он ее гремел и тоже на зуб пользовал, теперь он начинает ее катать. То есть функциональные действия, действия, соответствующие реальному предотвращению предметов. Это очень важно. И, конечно, роль взрослого. Он обучает взрослого. И здесь общение со взрослым вступает совсем в новую фазу. Это, как говорила моя Ивана Лисина, деловое сотрудничество. То есть сотрудничество, общение, сотрудничество по поводу деятельности, по поводу игрушек. Ну и само поведение, сами действия с предметами, они приобретают характер целенаправленности и произвольности. То есть действия с предметами, конечно, очень меняются в этом взрослого. Ну и, конечно, как всегда, роль взрослого. Он показывает, он вызывает ребенка на подражание, он помогает ребенку добиться результата. Потому что далеко не все дети обладевают это. Если не обучать этому, естественно, это и не сложится у него. Вот закончился первый год жизни ребенка. И вы видите, какой он насыщенный. Нет, он еще понимает, он начинает, мы уже руководим их поведением, понимает уже слова, можно, нельзя. Если мы их не используем по любому поводу, чуть что, если нам неудобно, мы говорим нельзя. А если действительно, когда это нельзя, мы говорим нельзя, это ребенку не нужно, это небезопасно для него и так далее. Ребенок усваивает эти слова. И таким образом, с помощью речи, не просто действия, мы уже можем воздействовать на ребенка, воспитывать его с помощью речи, что можно, что нельзя делать. Так, и первый год жизни. И вот первый год жизни. Итак, в общем, первый год жизни мы с вами посмотрели и увидели, какие большие достижения у ребенка за этот год произошли. Он развивает эмоциональную сферу, у него появляется чувство защищенности, у него появляется развитие движений самых разнообразных, от почти неподвижности до хаотичных движений к ходьбе. Он развивает мелкую моторику рук, что очень влияет на развитие речи ребенка. Это очень важно. Он понимает речь, он произносит первые слова. То есть, видите, как много развития восприятия, на основе которого зарождается уже потом мышление у ребенка. Это очень важно. И здесь пропустить его и уйти только в уход, ничего не говоря ребенку, не развивая его, это значит задержать искусственно его развитие.